Всем привет, друзья мои! Сегодня на вот это видео «Социальное жильё в Америке. Новая квартира мамы» я получила комментарий, вопрос или просьбу подсказать, это социальная помощь во всех штатах или только в некоторых. Почему, спрашиваю, есть подруга в предпенсионном возрасте в Южном штате, такого от государства она не слышала. И пенсию пока ей насчитывают довольно небольшую, учитывая текущую экономическую обстановку. Так, спасибо за вопрос, спасибо за комментарий. К сожалению, здесь недостаточно информации о том, чтобы я, для того, чтобы я могла быть более вам полезной. Мне было бы хорошо знать название штата, знать возраст вашей подруги и знать её доход. Пенсию насчитывают небольшую, ни в коем случае не исходя из текущей экономической обстановки, а исходя из дохода вашей подруги, исходя из её возраста, исходя из её истории, работала она или не работала. Если она работала, она будет получать пенсию, исходя из того, что она наработала. А если она не работала, она будет получать пособие. Это немножко другое. Это называется Supplemental Security Income. Это немножко другое. Хотя в простонародье, так сказать, это тоже называется пенсия. Это не пенсия. Итак, исходя из вот этой недостаточной информации, я полностью ответить на ваши вопросы не могу, но в целом могу рассказать, что программа субсидированного жилья является федеральной программой. Это значит, что, по-моему, она идёт под Section 8 Housing Assistance Program. Она федерального уровня. Это значит, что она используется, реализуется во всех штатах. И деньги поступают на эту программу из федерального бюджета. Ситуация какая? Ну вот я, например, набрала в интернете Subsidized Housing, субсидированное жильё для пожилых в Лэнсинг-Мичиган, то есть там, где я живу. Вот то, как я делала. И что сразу вылезло? Вылезло, вот появился сайт, Tri-County Office on Aging, где люди, сотрудники, занимаются специально пожилыми людьми и услугами, которые этим людям положены. То есть вы идёте в... То есть вы определяете этот офис по социальным услугам для пожилых людей и идёте туда. Пожилым людям относятся люди старше 62-х лет. Вот скоро я через несколько дней, через 5 дней стану пожилым человеком. Вот мне исполнится 14 февраля, мне исполнится 62 года, так что я от вас, ребята, жду поздравлений и подарки. Конечно, шучу про подарки, от поздравлений никогда не отказываюсь. Так, прошу прощения за лирическое отступление. Значит, вы находите офис в своём районе, где вы живёте, в том городе, в той местности, где вы проживаете. Офис, который оказывает услуги пожилым, и идёте туда. Вот и говорите конкретно, мне нужен список субсидированного жилья в нашем районе. И они дают вам этот самый список. Вот даже интернет даёт мне этот самый список или как бы тех квартирных комплексов, которые предоставляют субсидированное жильё. Может быть, не вся информация здесь достоверна, потому что что-то может быть устарело, а в интернете оно остается. Поэтому лучше всего получить этот список из офиса. Всё равно вам с этим офисом надо работать, если вы пожилой человек и хотите получать какие-то услуги. А услуг там море, даже океан. Так вот, в нашей ситуации я получила список, я проехала по некоторым из этих мест, этих квартирных комплексов, посмотрела. Вот, например, смотрите. Вот квартирный комплекс, многоэтажное здание. Нам это не подходит, потому что моя мама деревенского типа, человек, ей не нужны там никакие театры поблизости, никакие там, я не знаю, магазины. Ей нужно, чтобы было одноэтажное всё, типа деревня. Вот, ей это не подходит. И поэтому я просто заезжаю на парковку, смотрю, что из себя представляет это здание, и еду дальше. И так вот я искала, смотрела. Да, кстати, очередь вот в такие комплексы идёт гораздо быстрее, чем в комплексы, которые более, это самое, такой загородный, загородного такого формата. Вот, ну, в общем, короче, я нашла вот это место, где моя мама и проживает сейчас. Вот, этот комплекс называется Гриндж Икорс. Гриндж Икорс, он находится прямо напротив озера и парка с пляжем. Представляете, переходишь через дорогу, если как бы можешь ходить, да, или на машине проезжаешь, там буквально если пешком пять минут дойти до озера, и всё лето загорай, купайся, плавай, занимайся здоровьем, наслаждайся, шикарный парк, шикарное озеро. Вот, то есть я посмотрела, домики, ну, просто прелесть вот такого вида, да, все как бы это самое со входом с улицы. И, конечно же, я подала туда заявку. Я, правда, подала заявку ещё в одно место. Не помню где, не помню какое. В общем, сейчас не найду, и оно не нужно. То есть там тоже зелёное, но тоже многоэтажное, то есть несколько этажей. В общем, я подала заявку в два места, и вот в этом месте мне сказали, что срок ожидания будет до года. Всё зависит от того, как там идёт движение, кто заезжает, кто выезжает и так далее. Поэтому надо ждать. Ну, ничего страшного, нам как бы мы не на улице живём, мы не бездомные, мама, это самое, у мамы было другое, другая квартира. Важно сказать, что вы хотите жить это independently, как бы независимо. Никто здесь не осуждает, если человек хочет жить отдельно от детей. Ничего плохого в этом нет. Все услуги, сервисы будут предоставляться, если человек бедный. Так, значит, я подала заявку, и ответ нам пришёл уже через 4 месяца. Сказали, что есть квартира. Если вы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы жить в нашем комплексе, пожалуйста, приходите, оформляйте, смотрите квартиру. Но прежде всего надо посмотреть квартиру. Квартиру нам показали вот эту. Вот, представляете? Но что это за квартира? Это просто безобразие, сказала я сама себе, конечно же. Выход на дорогу, по дороге идёт трафик, идут машины днём и ночью. Я сказала, что моей маме это не подходит, потому что она человек, приехавший с другой страны, плохо знает, то есть вообще не знает языка, не может общаться. У неё как бы она испытывает стресс, анксайти, постоянную тревогу. Ей вот этот шум с дороги совершенно не нужен. Поэтому дайте, пожалуйста, что-то другое, более подходящее, с выходом куда-нибудь вот в лес. Ну и, я не знаю, наверное, через недели-две появилась ещё одна квартира здесь. И вот в этом здании, вот в этом здании, здесь вот как раз выход на лес. Мама любила гулять вот здесь по дорожке. Это такие двухуровневые здания на холме. Вход с этой стороны и вход с этой стороны. То есть никаких лестниц, никакого подъёма для пожилых людей. Просто вот вход, что называется, с земли. Но так как это был первый уровень, то пол достаточно холодный. И позже я сделала заявку на основании документа от врача, и маму переселили на второй уровень, вот на эту улицу, вот в какое-то здание, по-моему, вот куда-то вот сюда. Вот здесь, наверное. Или здесь. В общем, короче, в одном из этих зданий мама сейчас живёт. Так вот, какие условия, какие требования для получения квартиры за бесплатно или за небольшую оплату? Значит, если у вас вообще нет дохода, как у моей мамы, то вы получаете, возможно, за бесплатно. Хотя в другом месте, где мама жила раньше, с нас брали, с меня брали 34 доллара в месяц сначала, потом 25 долларов, потом опять повысили 33 доллара. То есть у них там своя система подсчёта доходов, расходов. То есть у мамы нет никакого своего дохода. Они посчитали мои расходы на неё. Понятно, я дала по минимуму эти как бы расходы, показать, что у меня тоже денег нет, чтобы содержать мою маму. И поэтому доходы у меня, как бы расходы на неё у меня минимальные. Ну, в общем, они посчитали-посчитали и насчитали 0 долларов, 0 копеек. Кроме того, хорошо, это аренда. Дом вам не даётся как бы в собственность. Нет. Это квартирный комплекс, в котором сдаются в аренду дома. Эти организации, которые, компании, которые содержат эти комплексы квартирные, они сдают их, эти квартиры, в аренду. Они получают субсидии от государства, когда те, которые участвуют в этих программах субсидий. И поэтому они ничего не теряют в плане бизнеса. Никаких доходов они не теряют. Никаких прибыли как бизнес они не теряют. И в то же время они оказывают вот такую социальную помощь местным бедным жителям, предоставляя им дешёвое или бесплатное жильё. Если у вас есть доход, официальный доход от американского правительства, от американского государства, там пособие есть, да, или какая-то пенсия, то с вас будут брать. Пусть копейки, но будут брать. Обычно берут одну треть от дохода, насколько я это знаю. Как правило, у бедных людей, иммигрантов, таких как моя мама, которые уже получают пособие, это Supplemental Security Income, забирают одну треть от этого пособия. Вот, но так как у моей мамы, она не была ещё гражданкой, когда получала это жильё и вообще другие квартиры, в которых она жила, значит, у неё дохода не было. Вот, помимо этого, значит, один из критериев – это ваш возраст. Возраст должен быть либо 62, либо 65 и старше. То есть это называется пожилые люди, да. Теперь вы должны быть бедными, чтобы получить социальное жильё. То есть ваш доход не должен превышать дохода в вашем штате. Так, значит, в разных штатах разные, разные рамки доходов. Так, Michigan, LGBT. Ага. Так, ладно, это не то. Public housing – это не то. Короче, вот здесь, наверное, есть. Ну да, вот. То есть чтобы иметь право на субсидированное жильё, ваш доход на одного человека в году в Мичигане не должен превышать 18 700 долларов. То есть если он превышает, значит, вы не имеете права. Ну, то есть не то, что не имеете права. Это значит, что вы будете платить, исходя из той суммы, которая у вас является годовым доходом. В разных штатах эти рамки по-разному, потому что это определяется как бы государством, штатом. Эти рамки определяются штатом. Так, помимо этого, значит, вы должны, если вы бедный человек, то вы имеете право и должны иметь страховку, которая называется Medicaid. Это медицинская aid, это помощь, Medicaid. Это тоже федерального уровня программа. Но штаты ее финансируют. То есть программа, закон является федеральным, покрывает все штаты, но каждый конкретный штат выделяет средства на финансирование вот по этой программе. И поэтому каждый штат определяет свою рамку, свой уровень минимального или максимального дохода для того, чтобы как бы определять, люди подходят или не подходят под эту программу. И тут вот как раз вот эта фраза, учитывая текущую социальную обстановку, то есть это то, что определяет штат. Так, дальше. Значит, вы... Где у нас Medicaid? Вот вы получаете страховку Medicaid. По этой страховке у вас покрывают все, 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 все медицинское обслуживание будет покрыто, если опять-таки ваш доход не превышает ту рамку, тот уровень, который установлен в вашем штате. Я знаю, что очень многие люди держатся вот на уровне Medicaid, держат свои доходы на этом уровне, ну а стараются что-то подработать сверху наличкой, которую они не сообщают государству. Понятно, что это является нарушением закона, никто как бы на эту тему особо не переживает. Вот, потому что если у вас реально большой доход, вам ну никак нельзя его не показать. То есть тут хочешь не хочешь, все равно вылезет. Ну, если вы только не продаете наркотики, да, там, из-под палой, что называется. Так, ну вот, наверное, и все. И таким образом делаем вывод. Человек... Отвечаем как бы на вопросы. Социальная помощь во всех штатах, да, во всех штатах социальное жилье. Это называется субсидированное жилье. Предпенсионный возраст. Непонятно. Если человеку уже назначают пенсию, значит, у него пенсионный возраст. Вот какой пенсионный возраст? Здесь разный возраст можно называть пенсионом. Там по social security это идет 62, самое раннее. По работе, если вы работаете на правительство, например, на government, то вы можете выйти на пенсию в 58 лет. Если вы хотите... Как бы социальная пенсия начинается в 62, потом она растет... Ну, вы можете ее оформить в 65, 67, в любом, в принципе, возрасте после 62. И в зависимости от этого, чем дольше вы ее не оформляете, тем больше будет стоим сумма вашей пенсии социальной. Пенсии не путать с способием. Ну и так, значит, пенсионный возраст 62-65, и в зависимости от того, где, чего и как. И текущая обстановка в зависимости от штата. Просто это не пенсия, а это та планка, которую штат задает для вашего дохода. Вот, наверное, все. Немножко может быть путано, немножко коряво. Специально не готовилась с бухты-барахты, что называется, записала. Но если вам показалось это видео полезным, интересным, если у вас есть вопросы, задавайте, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Все это мне помогает в развитии канала. Я вам очень благодарна за ваше участие. Всего доброго. Всех люблю. Пока-пока.